Здравствуйте! Хочу сегодня вспомнить одного из птенцов гнезда Петрова, Франца Лефорта. Он у нас в России назывался Франц Яковлевич Лефорт. Он, вообще-то говоря, уроженец Женевы, швейцарец. И его готовили вот как-то вот заниматься торговлей, чем-то так вот по-европейски готовили. Он закончил очень приличное учебное заведение такое, типа что-то среднее между гимназией и университетом. Вот аналогов сейчас не существует таких. Ну, почти высшее образование. Потом поехал учиться торговому делу в город Марсель, да, на юге Франции. А там как-то он такой был молодой, красивый, взял да уехал в Голландию и стал офицером, наемником. Стал служить в армии. Тогда так популярно было. Вот он, Франц Лефорт, в цвете. Слово за слово завербовался служить русскому царю. Алексею Михайловичу, еще отцу Петра Алексеевича Петра Первого. И служил при нем очень верно, хорошо служил. На войне бывал, в разных сложных ситуациях случалось, бывал. И получил он отпуск, поехал в свою Швейцарию. Правил в ту пору уже нами царь. Это Федор Алексеевич. Старший брат Петра Первого. Сейчас мало кто про него помнит, потому что правил он очень мало. Но, тем не менее, правил. А вот он поехал в Швейцарию. Его там очень хорошо приняли. Он даже в каких-то там состязаниях участвовал по стрельбе луком. Приз взял. Ну, ему говорят, оставайся ты здесь. Что ты в эту поедешь-то в Москву служить? Он говорит, нет, я присягу принимал. Я царю обязан. Да, служить. Вот такой у него был. Были такие дворянские предрассудки, как сейчас бы сказали. И он отправился в Москву служить. А там уже власть сменилась. Там уже молодой Петр. Молодой Петр у него в доме, у Лефорта, познакомился со своей первой немецкой любовью. Анной Монс. Да, это вот у него, у Лефорта. И вообще Лефорт как-то вот понравился Петру Первому. При нем он был. Идея была у Франца Лефорта организовать поездку Петра по Европе. И вот так называемое Великое посольство, когда вместе с ним Петр Первый объехал всю Европу, это вот идея была Франца Лефорта. Нужно сказать, что он был, как говорится, обласкан Петром Первым. Петр Первый ему подарки дарил. Шикарный дом у него был у Франца Лефорта в Москве. Это был самый влиятельный иностранец в Москве. Никогда такого не было. Так про него иностранцы писали. У него была масса слуг, рабы. А вот, кстати, обратите внимание, он всех этих своих рабов крепостных отпустил на свободу. Был очень любим москвичами. Он же был вообще-то иностранец. Он был человек другой культуры, другой, скажем так, другого веросповедания. Но, тем не менее, москвичей его очень любили. Так случилось, что перед самой своей смертью он стал свидетелем такой истории, которая вошла как в Трилецкий бунт. Вот видите, вот картина «Утро с Трилецкой казни» Суриков. Вот там в глубине на коне такой страшный Петр сидит. А вот справа некий иностранец схватился вот за голову, как-то удивляется. Видите, вот в треуголке стоит. Справа, справа, крайне справа. Это вот некий иностранец. Суриков никак его не обозначил. А вот, видимо, это тот самый Франц Лефорта был. Нужно сказать, что все птенцы гнезда Петрова, они сделали такой поступок, ну, совершенно не стыкующийся с западноевропейской культурой. Они приняли участие в Стрилецкой казни. Значит, головы рубили, они топили в кипятке, кожу жирали. Ну, в общем, по полной программе отвели душу. А вот единственный, кто отказался, был Франц Лефорт. Вот он отказался в этом безобразии участвовать. Ну, правда, некоторые так говорят, он в это время был занят благоустройством своего дома. Другие говорят, он был болен. Он же вскоре действительно умер. Действительно умер. Ну, кстати, могила его затерялась. Да, могила его затерялась. А вот в народе он остался в памяти. Вот в Москве есть Лефортов вал, Лефортовский вал, Лефортовый район. В Петербурге нет, но его тогда еще Петербурга-то не было, когда Лефорт умер. Но был заслужен очень генерал. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ.